Россия стала чемпионом мира по футболу, а Старо Осколец признан лучшим вратарем мундиаля. И это не призрачные фантазии, а реальность. Сборная России в Греции взяла золото, правда в любительском мини-футболе версия 6 на 6. А работник электростали плавильного цеха ОМК Денис Коршиков лучший вратарь, лучший вратарь мира. И сегодня он у нас в студии. Здравствуй, Денис. Здравствуйте. Денис, тебя начали узнавать на улице, брать автографы, пришла известность. Ну, на турнире, да, фотографировали сейчас со мной, интервью со мной брали, также дети подбегали, автографы брали. Ну, когда сюда приехал, в Старо Оскол, такого, конечно, нету, но родные, близкие, естественно. Хорошо меня поздравили, вот, увидели все мои кубки, медали, вот, все им понравилось. Ну, пока так, в Старомоскове такого нету, ажиотажа, чтобы кто-то со мной сфотографировался, либо автограф взял. Ты же не первый раз привозишь какие-то особенные награды, даже с чемпионатов мира. Какие у тебя были до этого чемпионата достижения, какие медали привозил? Ну, все началось с 2016 года. В 2015 году я в сборную первый раз попал, но в 2015 году ничего мы со сборной не выиграли, а с 2016 года мы выиграли чемпионат Европы 8 на 8, который проходил во Франции. В 2017 году мы выиграли чемпионат Европы 6 на 6, который проходил в Чехии. Мне дали лучшего вратаря турнира. И потом потихонечку пошло за все остальные года. Получается, я выиграл в 2017 году чемпионат мира в Гватемале. Тоже дали мне лучшего вратаря турнира. Не один, кстати говоря, еще твой коллега был, да? Иванов, да, Сергей был на турнире, тоже хорошо проявил себя. Да, это был первый чемпионат мира, который мы выиграли, конечно, для нас это были очень незабываемые такие сильные эмоции. Вот, и последующие потихонечку мы дальше продолжали развивать 7 на 7. В 2018 году мы поехали в Бразилию, но, к сожалению, в 1-4 финала вылетели. А в этом году, получается, был сначала чемпионат мира среди клубов. Руководство СПЦ, за кого я играю, Металлурку МК, меня отпустили за футбольный клуб Титан московский. Мы там выиграли, турнир проходил в Италии. Мы выиграли чемпионат мира среди клубов в Бразилии в финале. В Бразилии мы играли с бразильским клубом. И на следующий день уже ребята подъехали к сборнике, начали играть чемпионат мира уже среди сборных 7 на 7. Звучит как-то российские футболисты выиграли у сборной Бразилии как-то. Ну, все так и есть. После турнира среди клубов мне дали лучшего вратаря турнира. И на следующий день уже сразу начали играть сборными. Выиграли турнир мы у сборной Мексики. А Мексика до этого выиграла у бразильцев в полуфинале 5-1. Естественно, для всех был шок, потому что Бразилия, естественно... Ну, Бразилия – это Бразилия в любом виде спорта, особенно в футболе. Ну, и получилось так, что мы вышли очень заряженные с мексиканцами. А мексиканцы – такое ощущение, что нас очень сильно побаивались. Мы играли в глухую оборону, встали, потому что мы понимали, что индивидуально мексиканцы очень сильные ребята. Это какой год? Это этот год, буквально перед Грецией за две недели. Ну, и так получилось, что мы выигрывали 2-0 первый тайм. Потом за две минуты до конца первого тайма у них игрок выходил со мной один на один. И я хорошо сыграл, отбил мяч. И сразу же у нас получился шестой фолл. Шестой фолл – бьется буллит. И буллит выходил со мной, мексиканец, и я отбил этот удар. И получилось так хорошо, что 2-0 первый тайм закончили, а не 2-2. Могли 2-2 сыграть первый тайм, было бы нам тяжелее. Ну, естественно, потом потихоньку-потихоньку они сняли вратаря. Нам было чуть тяжеловато, но в итоге мы 6-1 с общим счетом выиграли мексиканцев. Для них это был, конечно, шок. А для бразильцев еще больше шок, если они им 5-1 проиграли, а нам еще 6-1. И выиграли Грецию, да? Мы выиграли чемпионат мира. Это был турнир 7 на 7 среди клубов и среди сборных. Это бразильская федерация проводила. И самое интересное, что все награды взяли мы, именно сборная России. Лучший вратарь меня признали, был лучший нападающий, лучший бомбардир и лучший тренер. То есть, на самом деле, ты стал дважды лучшим вратарем мира в этом году. Да, все правильно. И, получается, мы приехали по домам и через 10 дней уже проходил турнир на Крите. Самое интересное, что команда поехала совсем другая. Скажи, как ты вообще попал в эту круговерть чемпионства футбола, пусть даже любительского? Мы своей командой, футбольным клубом СПЦ поехали на турнир чемпионата России в Москву. Ну, я считаю, для первого раза мы тогда, это был 15-й год, сыграли достойно, вышли из группы, но в итоге в 1-8 проиграли чемпионом этого турнира 1-0. И после этого турнира тренера сборной России заметили меня, позвонили через где-то месяц и сказали, что будет турнир чемпионата Европы, который будет проходить в Хорватии, мы тебя приглашаем на сборы, вот, пожалуйста, приезжай, посмотрим на тебя, что ты стоишь. Ну, я приехал, было три сбора, но я приехал, ну, думал, один сбор они так посмотрят, потому что были московцы, очень много вообще, первый 15-й год, все московские были, никого они не брали, иногородних, ну, я думал, приехал так, на меня посмотрят, и все. Ну, второй сбор прошел, третий сбор прошел, и потом поехал в Хорватию. В любительской лиге играют многие отставники, то есть выходцы из высшей лиги, звезды. С кем приходилось делить площадку? Так, если по фамилиям, такие самые яркие. Ну, также в 16-м году за нас играл Евгений Алдонин, капитан сборной России, человек, который выиграл чемпионат России, Кубок России, Суперкубок России, Кубок УЕФА. То есть это личность такая очень серьезная. Медведев тот же, Алексей Медведев, у него 200 матчей высшей лиги. Панова я не встречал, Панов был в 14-м году, который Франции забивал на станды Франции. Ну, а так, таких известных больше нет, но обычно, ну, минимум, ребята, которые вторую и первую лигу прошли, в Москве играют и до сих пор играют. Вот мы ездили в Италию, у нас некоторые ребята играют даже сейчас во второй лиге, и они совмещают это. То есть вторая лига тоже профессионалы. И это не предел. И среди них Денис Коршиков из Старого Оскола. Возвращаемся на Крит, в Грецию. Скажи, какой был вообще турнир, сколько было команд, через кого пришлось пройти к золоту российской сборной? Турнир, сразу скажу, был организован, ну, это, наверное, один из самых лучших турниров, где я участвовал. Было 40 команд. Когда открывали турнир этот, присутствовал премьер-министр Греции. То есть такие люди очень высокого ранга присутствовали. Битиком был стадион. Стадион был построен 4-5 тысяч человек. Просто полностью он был забит. И самое интересное, что футболистов, которые приехали на этот турнир, не пропускали, потому что все греки уже сели заранее. За два часа уже были все места. Места были бесплатные, но все места были заняты. Мы там еле-еле как-то прошли на открытие. Греки всегда играли вечером. Очень хорошая была команда у греков. У Греции был игрок, который в 2004 году выиграл чемпионат Европы 11 на 11. И греков пришлось выносить из турнира вам? Ну да, получилось так, что у нас вообще изначально была сетка одна из самых тяжелых. Группа у нас была не особо тяжелая, но все же те же испанцы. Сильная команда Молдавани. За Молдаван вообще играло три человека, которые играли в высшей лиге Турции, Молдавии, России. То есть это известные люди в прошлом. Да, им сейчас по 40 лет, но они знают как с мячом играть. Тем более для них 6 на 6 уже привычно. Они не первый год вместе играют. Команда Америки и США тоже была очень сильно серьезной. У них вообще вид спорта интересный. У них есть 6 на 6 только с бортами. Они привыкли как в хоккее, все с бортами играть. И они приехали, играли силовой вид. У них воротарь просто какой-то громучий, накачанный, перекачанный. Такие же все игроки бегали. Атлеты. Нам сразу главный тренер Дмитрий Смирнов сказал, что это не футбольная команда, а какие-то олимпийские чемпионы по легкоатлетике. Они просто все идеальны. У них ни грамма жира нет. Они все здоровые, такие статные. С ними было очень тяжело играть. Они не играли в футбол. Они его просто вперед били. И у нас некоторые ребята маленького роста. С ними было очень тяжело бороться. Ну хорошо, что мы выиграли 2-0, но было очень тяжело. И в 1-4 нам попалась команда в Венгрии. Скажи, пожалуйста, вот чем с венграми было так сложно играть? Чем они отличались от всех? Вот сейчас я вижу, что венгры пытаются сломать ворота. Это из-за чего они так? Ну они пропустили за 20 секунд до конца матча. Мы перевели матч в буллит. И вот по буллитам, конечно, очень тяжело было, но мы их выиграли. А скажи, почему не пенальти, как мы привыкли, а буллиты? Буллиты вообще более, как вам сказать, интересно пробиваются. То есть и вратари могут участвовать, и игроки тут можно добивать. Дается 10 секунд на все про все. Сейчас ты как раз забираешь. Да, да. И вот он добивает. Он имеет право добивать и судя 10 секунд контролирует. Вообще все это началось в 90-х годах. 11 на 11 в США все это проводилось. Американцы вообще любят шоу. Ну вот, естественно, это шоу. Посмотрите, сколько зрителей, как все это было. Мы сначала в два мяча вели, потом начали проигрывать. Но так я вижу, что это шоу вратарей. Потому что здесь в большей степени решали вы, мне кажется. Ну да, вот в этот момент, конечно. Вот если я сейчас бы отбил третий подряд, мы бы уже выиграли. Я уже думаю, я отбиваю и подскользнулся. И он переводит. То есть, если бы он сейчас не забил, все, мы выиграли. И он понимает, что он дал шанс своему вратарю. А тяжело после такого восстанавливаться? Вот казалось, ты мог поставить точку и все. А вот видите, еще наш запутался. Да, да. Все, венгр взял. Венгр взял и все. И он вот начинал кричать. Такие слова очень нехорошие в наш адрес. И? Дальше идем. И все. Вот она наша. Я отбиваю, наши не забивали. Отбивали. Ну, конечно, тяжело было. Ну, а что делать? Вот наш, получается, не забил буллит. Ну, у них хороший вратарь у венгров. Шли ноздря в ноздрю, я так понимаю. Да, шли ноздря в ноздрю. Уже психологический был такой момент. Кто будет бить, у нас очень многие ребята. Тяжело им было. Дрогнули? Да, дрогнули. И вот момент, когда нам забивают и все. Нам надо выходить, обязательно забивать. Если мы не забиваем. И вот наш капитан Руслан Сафаров решил попробовать. Решает. Да, решает и переводит. Причем запасной вратарь. Да. Человеку 40 лет. Молодец. Капитан команды. Старался, как можно подбадривал. Твое. Да, тут уже понятно, он мимо бил. Понятно. Я его уже, грубо говоря, съел. И? Нет, еще рано, да. Еще нет, да. Сейчас вратарю прямо в голову прилетит. Он отбивает и опять отбивает. Ты костями отбиваешь, он головой. Вратари идут на износ. Уже очень тяжело было. И у них уже некому было бить. И вот парень сейчас в штангу попадет. Все, мимо. И нам надо выходить. И я взял мяч, пошел. О чем ты сейчас думал? Я думал, как подбодрить нашего нападающего. Вот этого? Да. Я его поцеловал. Взял мяч, дал ему в руки. Сказал, ты лучший, сделай все как на тренировке, забей и все будет хорошо. И он сделал, да? Да, он сделал. Послушай, а почему тебя сейчас здесь нет, когда вся команда просто ликует? Где ты был? Я был на заднем плане. Очень был такой тяжелый момент психологический. Я стоял, смотрел на судью, на Латыша. Латыш за нас болел. И я последний буллит специально не смотрел. И когда я увидел, что наши побежали радоваться, я просто на Латыша облокотился, повис на нем. И все, у меня сил не было, он меня поддерживал. Сказал, с победой, молодцы, вы в полуфинале. Потом я пошел просто с зрителем, потому что у меня сил не было даже радоваться. Потом ко мне, конечно, команда побежала, начали тоже меня подкидывать, говорили спасибо большое, ты нас вытянул в полуфинал. Когда было радости больше? Когда вы поняли, что вы играли у Польши, все хорошо, замечательно, или же когда награждали? Ну, конечно, когда выиграли, такие эмоции, вообще самые первые эмоции, которые, они самые важные, самые запоминающие. Потом идет вторая волна, когда уже награждают, дают кубок. Это тоже большие эмоции, но первые эмоции, когда все ждут, это когда особенно 3-2 счет, уже эти секунды считаешь. И вообще, когда сутья просто свистит, и ты понимаешь, что все, что мы это сделали, что мы чемпионы мира, мы лучшие. Конечно, такие эмоции, даже сейчас сижу, у меня мурашки, вспоминаю это все. А потом уже, когда проходит 5-10 минут, потихонечку ты успокаиваешься, уже медали дают, вручают уже. Ты видишь эти медали, ты видишь этот огромный кубок. Такого кубка я никогда, кстати, не видел. Надо его как-нибудь попросить у руководства привезти в старый оскол. Может быть, люди захотят пофоткаться, потому что это действительно очень кубок такой стоящий. И, кстати, этот кубок переходной, это не просто нам его дали, мы должны через год его опять вернуть. Что тебя стимулирует заниматься этим видом спорта, участвовать в мировых чемпионатах? Это что, это гонорары или что-то иное? Вообще, честно, конечно, люблю футбол. Разные виды спорта. 11 на 1, 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8. То есть 4, это все разные виды спорта. Естественно, что это футбол, но форматы разные, всегда по-разному все это играется. Конечно, охота за такие турниры получить какой-то значок в виде мастера спорта, либо еще что-то выше. А гонорар, я думаю, это второстепенно. Если, конечно, что-то получится у руководства сборной России, чего-то добиться, то это, конечно, будет большой плюс. Но, естественно, нам и тренера тоже сказали, что мы будем стараться сделать все через ФФС, чтобы нам дали какие-либо мастера спорта, либо еще что-то выше. То есть, резюмируя, все, кто играют в любительской лиге, в большей степени играют ради удовольствия и ради любви к футболу. То есть, там нет больших гонораров? Больших гонораров нет, но я считаю, что если ты вообще любить футбол не будешь, то как ты будешь играть, выигрывать? Ну, а дома-то как встретили? Как приехал? Может быть, как-то позвонил? Может быть, как-то что-то? Может быть, с коллегами как? Ну, дома встретили очень хорошо. Конечно, я добирался тяжеловато. Многие ребята с Москвы, многие ребята иногородние, но они все на самолетах полетели, потому что дагестанцы на самолете летели, питерцы на самолете. А мне пришлось... Поезда не было в это время, когда мы приехали. Уже пришлось ехать на машине. Заказывал на Блаблакар машину с кубком, с сумками. Сел, поехал. Еще машина наша русская 14-я попалась. Места мало. Ну, вот 7-8 часов я с Москвы ехал, приехал. Зашел домой. Дети радостные. Папа, папа. Поцеловали. Супруга тоже поцеловалась. Встретила, сразу стол с утра накрыла. Там салаты сделала. А коллеги? Коллеги-то как? Коллеги молодцы. У нас есть... Я работаю по третьей бригаде. У нас в WhatsApp есть наша группа. У нас там 9-10 человек именно по третьей бригаде. И мы друг другу фотографии там скидываем. Я все скидывал. Все видео скидывал. Все фотографии. Меня поздравляли. Каждый раз и перед полуфиналом, и перед венграми. Всегда говорили удачи. Давай мы с тобой. Мы будем смотреть. Бригадиры вообще любят у меня футбол. Очень часто смотрят, переживают. И после финала он чуть ли один не первый поздравил. Сказал, молодец. Я смотрел. Бригадиры, бригада. И мало кто знает, что лучше вратарь. Мира, Денис Коршиков. Ковшевой промковшей в электросталеплавильном цехе Оскольского электрометаллургического комбината. А если сейчас просто снять тему футбола, расскажи о своей работе. Ну, работаю я ковшевым на промковшах. Я подготавливаю ковши к разливке стали. Работа очень тяжелая. Работаем мы и с кранами. Получается разливка. Очень большой, больший градус идет металла. Ковши приходят нам на разборку. Тоже очень горячие. Стаж вредный. По первой сетке мы работаем. И день-ночь 48. Тоже такой график не особо щадящий. Ну, все мужики помогают мне. Где-то подскажут, где-то покажут, как что правильно сделать. Конечно, спасибо большое, что так же я вот... Что больше всего любишь в работе делать? Вот, может быть, какой-то вот эффект есть. В футболе это отбитый мяч, да? А вот что в работе ковшевого? Ну, наверное, с трамбовкой больше работать, набивать ковши. Но для меня это как-то легче идет, чем шибера собирать или еще что. Вообще шибера не люблю собирать. У меня же это... Корежит. И бригадир это видит, понимает и говорит, иди ковши набивай. Мне больше нравится ковши набивать. А когда видишь, как сталь льется, которая сделана твоими руками? Да, ну, сталь льется. Я понимаю, что это не только моими руками сделано. Конечно, первый раз, когда я приходил, понимал то, что все вот люди, кто здесь работают, вот она сталь идет. Там разные марки стали, дорогие, дешевые. И я понимаю, что люди очень много сил, времени вкладывают в эту работу, здоровье. И поэтому это очень тяжелая работа. Я понимаю, что руководство комбината идет навстречу. Я вот уезжаю на турниры. То есть, насколько я понимаю, тебе дают время для тренировочного процесса, да? Все правильно, да. Руководство комбината, руководство СПЦ вообще любит спорт, поддерживает спорт, в частности футбол. Естественно, я когда-то уезжаю, они всячески мне помогают, чтобы я спокойно уехал. Те же ребята с бригадой, спасибо им тоже большое, что я, допустим, их оставляю. Они помогают с работы, они делают за меня работу, чем большое им спасибо хочу передать. В электростале плавильном цехе есть своя футбольная команда. Расскажи немножко о ней. И насколько я знаю, простая команда, она совсем не простая. Ну, все правильно, да. У нас есть команда, называется футбольный клуб СПЦ. Где-то с 2013 года нас потихонечку начали усиливать. Приходили игроки, устраивались на работу. Вот, и потихоньку-потихоньку мы начали выигрывать комбинат. После комбината выставились на город, начали выигрывать город. Выиграли город, проходил турнир 8 на 8 в Черноземье. То есть, со всего Черноземья было 24 либо 26 команд. Приезжали команды, мы заняли первое место. Кто займет первое место, едет на чемпионат России бесплатно. То есть, ЛФЛ, любительская футбольная лига, это оплачивает. Так, мы в 2015 году поехали на чемпионат России. Вот, после этого чемпионата, естественно, меня заметили в сборной. А в том году, вот потихоньку мы ездили, ездили. В том году мы выиграли чемпионат России. То есть, команда Старого Оскола, футбольный клуб СПЦ. Он проходил в Сочи, да? Проходил в Сочи в том году, да. Чуть-чуть, правда, пораньше, чем сейчас будет. Мы выиграли чемпионат России. Там были и питерские команды, и московские команды. И московские команды, где были тоже игроки. И до сих пор действующие игроки, которые играют во второй и первой лиге. Мы выиграли этот турнир. Мне дали лучшего вратаря турнира. Иванову Сергею дали лучшего нападающего турнира. И Васильеву Сергею лучший игрок турнира. Признали. То есть, Сталевары Оскола оказались им не по зубам? Нет. Скажи честно, есть ли у команды электростали плавильного цеха свое секретное психологическое оружие, которое вы применили в Сочи и победили при помощи этого оружия в финале? Ну, у нас есть танец такой. И снова седая ночь. Да, все правильно, да. И только ей доверяю я. Получается, последний день турнира у нас не было полуфинала, а был финал трех. То есть, если ты первую игру выигрываешь, то попадаешь в финал в трех, то у тебя уже минимум третье место есть. И нам попалась московская команда, одна из самых сильных. Я не знаю, почему так, но нам всегда в плей-офф попадаются прямо вот перед медалями одни из самых сильных команд. И мы сыграли в ничью с ними, и по пенальти мы их выиграли. Там тоже пенальти уже по семь или по шесть пенальти мы били. Уже на больше-меньше. Даже ты бил, да? Нет, я не бил, не бил. Ну, и получилось так, что мы вышли уже в тройке. И у нас еще две игры, и нам буквально дали полчаса отдохнуть, и мы сразу вторую игру начали играть. Мы выиграли у саратовского Сакура 3-1. Ну, понимали, что минимум второе место у нас есть. Лежали, отдыхали, смотрели, как Сакура играл с другой командой, со Смоленской. Они им вообще там проиграли, у них уже сил не было. И мы понимали, что последняя у нас игра, грубо говоря, в финал, а ничья нас не устраивает. Только победа. И я на всех смотрел, все уже настолько были опустошены психологически, уже все устали, очень много сыграли очень серьезных игр. Опять сетка у нас была одна из самых тяжелых. Ну, и наш тренер команды, начальник команды Шестаков Антон Витальевич говорит, давайте-ка, ребята, мы станцуем. Включили эту песню, мы встали в круг. И я так понимаю, что соперники из Смоленска, они просто посмотрели, они все это видели, они посмотрели на нас и подумали, что да, мы этим ребятам проиграем. Да, но они не знали, что у вас есть самое страшное оружие, это белые розы, беззащитные шипы. Да, да, да. С этой песней выигрывали чемпионат Оскольского электрометаллургического комбината, да, против команды ЦРМО. ЦРМО, да. Все правильно, да. Получается так, что это уже идет уже такая наша изюминка. Ну, посмотрим, сейчас чемпионат России с 13 ноября начинается, также в Сочи, мы туда обязательно поедем, посмотрим, что там будет. Я думаю, те же песни мы будем включать и будем радовать наших болельщиков, наших родных, близких. Давай теперь о тебе. Скажи, а ты вообще суеверный человек? Ну, можно так сказать. Есть какие приметы? Приметы есть, особо их говорить не буду, но это прям... Раньше был вообще прям суеверный, так, надо сделать так, проснулся, как вчера, надо с твоей ноги встать, там, туда-то пойти, что-то в это же время зубы почистить. А правда, что перед игрой ты всегда последним переодеваешься, и ты никогда не одеваешь футболку, в которой будешь играть даже на разминку, и тебя вся команда ждет? Все правильно. Так и есть. Так и есть, да. Ну, вообще, как вам сказать, все равно бьют по воротам, разминаешься, в игровой потом футболке выходить там грязной, потной, мокрой, ну, не особо удобно. И поэтому я одеваю толстовку, именно для разминки, специально выдают в воротарям толстовки. Я разминаюсь, потом, когда судья уже свистит, надо уже выходить на гимны, я быстро бегу, снимаю эту толстовку, одеваю эту майку, все, чтобы был красивый, все чистенький, опрятный, и выходим, потому что мы выходим на гимны, на нас люди смотрят, я должен, как бы, выглядеть соответствующе. Вообще, у тебя с вратарскими свитерами связано много историй. Расскажи историю про самый сокровенный свой свитер нидерландской команды Utrecht. Что это за свитер, сколько ты его хранишь, и что это за такая мистическая история, которую мне до конца никто из твоих коллег так и не рассказал? Ну, вообще, это, наверное, год 2013, я еще играл за команду Александр Невский, и руководитель Александра Невского Денис Курилов, у него у друга сын играет или тренируется в Голландии, и он был в школе Utrecht. И он привез костюм, шорты и толстовку, правда она большая, такая XL, и он говорит, на, нужна тебе, и все, я посмотрел, утрех, ничего себе, ну она такая большая, ну чуть-чуть я подушил ее, шортики подушил, ну вот я в ней начал тренироваться. И, кстати, до сих пор не тренируюсь уже все плечи, уже в такие маленькие дырочки, ну да, это для меня такая... Просто в этом свитере получилось так, что меня, грубо говоря, заметили в сборной, и поэтому я... Уже в дырявом свитере? Нет, дырявом он сейчас уже стал, уже, потому что прошло 6-7 лет, уже, мне кажется, можно было три толстовки поменять. Вот, а я его храню, так иногда тренируюсь. Ну, естественно, выкинуть я его никуда не выкину, но эта толстовка много для меня значит. Скажи, а вот с течением времени у вратарей вырабатываются определенные такие, как сказать, психологические травмы? Сколько я видел твоих игр, ты все время идешь кость в кость. Скажи, ты вообще без травм выходишь хоть с одного матча? Ну, вообще, травмы, это такая футбольная, спортивная жизнь, всегда они присутствуют и они будут. Хорошо, давай так. Сколько травм привез с последнего чемпионата мира? Ну, с Италии я привез, получается, поясницу себе надорвал, потому что было два турнира. За 10 дней я сыграл 12 матчей. 10 дней, 12 матчей? Да, чтобы вы знали. Перед этим турниром я сыграл на КФК в третьей лиге, я сыграл за СПЦ 8 на 8. Там 12 матчей, приехал, три дня потренировался, ну, два дня я так пешочком походил, потому что спина болела. Потом мы сыграли на КФК с Атомом, с нашим соперником таким, который в тройку входит, выиграли их. На следующий день мы за СПЦ сыграли финал Кубка с командой ВП, выиграли их. И на следующий день я поехал в Грецию и там сыграл 8 матчей. Угу, замечательно. Всего лишь там за 23 дня 21 игра. 23 дня 21 игра. Для того, чтобы так играть, наверное, какие-то особые ценности в жизни нужно иметь. Что для лучшего вратаря мира и ковшевого Дениса Коршикова самое ценное в жизни? Ну, самое ценное, конечно же, семья, жена моя, дети. Естественно, я для них играю, стараюсь на этих турнирах всегда... У тебя два мальчика уже пинают? Уже пинают, да. Старший сказал, что сначала хотел бегать по полю, там, голы забивать. А после того, как супруга в телевизоре показывает, как я играю, он говорит, нет, я хочу быть как папа вратарем. Хочу такой же номер 26, хочу такой же цвет свитера. Ну, ему нравится, все, я стараюсь, у него получается, он такой довольно высокий парень. Вот, у меня данные не особо хорошие. Ему сейчас сколько лет? Ему практически 7 лет. А младшему? Младшему практически 3. Так, хорошо. А младшенький, он, наверное, в меня пошел, такой роста невысокого. Ну, тоже мячик пинает, ну, посмотрим. Я думаю, уже сейчас такая мода пошла, в 3-4 года отдавать ребенка на футбол. Кстати, я, насколько я знаю, ты даже ходишь в детские футбольные клубы и помогаешь тренировать вратарей. Ну, просто у меня есть два друга, с кем мы были в интернате вместе, они открыли футбольную команду, премию называется. И они говорят, давай своего сына приводи вратарем, будешь тренировать. И я как начал тренировать, ко мне тоже некоторые родители подходили, говорят, будете тренировать, мы там будем вам помогать, там, в денежном плане, все. Я говорю, там особо ничего не надо, я пришел сюда ради своего ребенка. Ну, там у меня есть, помимо своего сына, есть еще два вратаря. Я помогаю, там, ну, вместе мы тренируемся. И, кстати, последний турнир, где-то месяца полтора назад, команда премию выиграла первое место. Были команды и Авангард Курский, и Финд Курский был, и Старас Кол был, и Старт был, и команда премию заняла первое место. А папа бегал вот точно так же? Папа бегал возле ворот и сыном руководил, как на Sony PlayStation, потому что по-другому никак. Я там кричал, голос сорвал, я домой пришел, такое ощущение, что я сыграл все эти игры. Было очень тяжело, потому что... Это еще в зачет к тем более двум десяткам, да? Да, да, потому что очень тяжело, когда приезжают родители, там, с того же Курска, они приезжают с барабанами, кричат, орут, в дудки дудят. И ребенок маленький в воротах стоит, он боится, он уши закрывает, он не понимает, что тут происходит. У него страх идет. Естественно, я сзади ворот стоял, его подбадривал, когда надо выходить, когда надо. Ну, подсказывал так именно по-вратарски. Но ребенок молодец, за три месяца, что мы с ним тренировались, уже более-менее начинает понимать. Допустим, что я в десять лет умел делать, он уже игру практически в семь лучше делает. Так что... О чем ты мечтаешь в жизни? Какие дальнейшие перспективы? Куда хочешь пойти? Какие перспективы вместе с командой СПЦ, вместе с командой Российской Федерации по любительскому мини-футболу? Ну, мечты такие, если брать семейные, конечно, достроить дом. Тяжело все это, стройка дома. Я не думал, что это так тяжело. Но очень большие силы и в плане финансовых, и сами силы уходят. А так, если, конечно, по нашей жизни хотелось бы и третьего ребенка, но я так думаю, пока два мальчика есть, я думаю, пока хватит. А если про футбол, охота, конечно, чтобы на нас обратили внимание. Потому что мы играем 6 на 6, 7 на 7, 8 на 8 под эгидой РФС. Они подписали в том году контракт с нами. А от них ни ответа, ни привета почему-то. Не знаю почему. Уже все, выиграли все, что можно, во всех турнирах поучаствовали. И получается так, что просто люди говорят спасибо. А команда СПЦ? Команда СПЦ, естественно, мы... Команда СПЦ... Что вас ждет в ближайшее время? Мы сейчас поедем на чемпионат России. Естественно, хотим повторить результат, победа. Команда СПЦ мы выиграли на российском... Ну, вообще, в России практически все. Есть один турнир, называется КФЛ. Это проще его можно назвать. Это чемпионат мира среди клубов, который проходит всегда в Москве. Вот нам, единственное, он не покорился. Раз мы дошли до полуфинала. Это вот самые такие обидные, опять без медали остались. А так, все, что можно было, команда СПЦ выиграла на российских турнирах. Естественно, охота КФЛ, чемпионат мира этот все-таки взять с командой СПЦ. Спасибо тебе, Денис, за прекрасную беседу, интересную и о тебе, и о футболе, и о твоем отношении к футболу. Желаю тебе успехов, чтобы все успехи проходили хотя бы с минимальным количеством травм. Спасибо тебе еще раз, до свидания. Спасибо большое, до свидания. У нас был Денис Коршиков, лучший вратарь мира любительского мини-футбола в версии 6х6. Ковшевой промковшей электростали плавильного цеха ОМК. Занимайтесь спортом, любите футбол. До свидания.